Всем привет, на связи Мабу и в сегодняшнем видео мы с вами проанализируем рынок и посмотрим, востребованы ли сейчас программисты в принципе и какие специальности востребованы. И также мы с вами посмотрим на то, на самом деле оправдан тот слуг, что вакансий практически сейчас нет. Заранее скажу, не оправдан, вакансий много. И поэтому вам не стоит переживать, если вы хотите стать программистом, вы найдете в любом случае сейчас тебе работу. Мы проанализируем основные сферы программирования. Во-первых, конечно же, для нас интереснее Android разработка, во-вторых, iOS разработка, и в-третьих, это фронтенд разработка, то есть фронтенд часть сайтов, бэкенд часть сайтов. То есть мы проанализируем 4 с вами сферы и поймем, востребованы ли сейчас программисты или нет. Как мы будем оценивать? Мы будем оценивать со стороны количество очищенных вакансий, об этом я расскажу позже. Во-вторых, мы посмотрим количество резюме, которое есть, и посмотрим количество активных резюме, очень важно. И соотнесем все эти факторы, будем рассматривать на основе сайта Headhunter. Опять же, это малая часть, потому что очень многие вакансии закрываются через такие сайты, как LinkedIn. То есть, когда вы ведете активные профили, предоставляете, представляете специалистам. То есть, по факту, очень многие вакансии, примерно больше половины, они не доходят до вот таких сайтов, как Headhunter. Но все равно мы можем посмотреть некий срез на вакансии, которые ищут через подобные сайты. И мы соотнесем все эти факторы и посмотрим реальную картину. Потому что, если просто смотреть вакансии, какие есть, мы не получим реальную картину. Нам нужно посмотреть количество спроса, а также нужно посмотреть количество предложений и активных предложений. Устраивайтесь поудобнее. Поехали. Если вы хотите стать Android-разработчиком и сделать это максимально оперативно и качественно, если вам нужна помощь по выходу на рынок, на котором вы сможете самостоятельно разрабатывать Android-приложения, как на заказ, так и создавать свои собственные проекты, приносящие доход без вашего участия, если вы хотите освоить новую профессию, которая позволит вам не беспокоиться о своем будущем и, конечно же, настоящем в современных условиях нестабильности и кризиса, если вам нужна моя консультационная помощь по трудоустройству, по профессии Android-разработчика, тогда я приглашаю вас на свой курс, построенный на индивидуальной основе Android-разработчик за 3 месяца. На этом курсе я сделаю из вас Android-разработчика, владеющего всеми актуальными современными технологиями. Обучаться можно абсолютно с нуля, без всяких знаний в программировании. После обучения вы сможете разрабатывать абсолютно любое мобильное приложение под систему Android, а также у вас в портфолио будет 2 разработанных мобильных приложения и 2 отзыва. Кроме того, я помогу вам выйти на рынок разработки мобильных приложений под Android и окажу консультационную помощь по трудоустройству на позицию Android-разработчика. Если вы в нынешних кризисных условиях хотите обезопасить себя и освоить профессию, которая позволит вам обрести экономическую безопасность и стабильность, тогда я предлагаю вам записаться на мой курс Android-разработчик за 3 месяца. Я помогу вам стать профессиональным Android-разработчиком, тем самым вы не будете зависеть от экономической ситуации в стране в целом и от работодателя. И даже сможете построить свой небольшой бизнес. Все ссылки для записи и консультации есть в описании под видео. Я буду рассматривать на своем городе Миллионики, на основе города Ростов-на-Дону. И первую специальность, которую я ввел в поиске на сайте HeadHunter, это Android-разработчик. У нас показано 37 вакансий. Но дело в том, что здесь, за сюда ваш в этот список, по поиску вышли вакансии, которые не имеют отношения к Android-разработке. Тут различные еще управленческие должности в сфере Android. Но по факту в Android-разработке активных вакансий, я связался, везде проконсультировался по телефону, активных, которые ищут 17 штук. То есть существует 17 вакансий. Много ли это или мало для города Миллионика на юге России? Это много. Это довольно-таки много. Как минимум это 17 компаний. Это много. Строится на Android-разработчика реально. Дальше давайте перейдем в состав резюме. Найдено 497 резюме у 415 соискателей. То есть это 415 человек. Но большинство из этого уже не актуальное и устаревшее. Поэтому я сделал внизу фильтры. На самом деле люди, которые ищут сейчас прям работу, они в любом случае для того, чтобы их увидели, они поставят в своем резюме то, что они ищут работу. И они в этом очень сильно заинтересованы. Но есть такой, да, без статуса поиска 130 человек. Это мы отметаем. И что мы получаем? Что прям те, кто рассматривает предложения и в активном поиске работы, то есть по факту сейчас претендует 18 человек. Но из них 12 просто рассматривают предложения. Но мы можем исходить из самой ужасной ситуации. И что мы получаем? На 17 вакансий, 17 вакансий, 18 претендентов. То есть по факту один к одному. Это очень маленькая конкуренция. То есть мы можем проанализировать. А если выбрать самую лучшую ситуацию, то всего лишь 6 человек претендуют на 17 вакансий. То есть даже все вакансии не закроются. И что мы можем, какой вывод сделать? Вывод мы можем сделать следующий. О том, что на самом деле в регионе на Android разработчика пройти очень реально и вакансий довольно-таки много. Даже сейчас. Это первый вывод, который мы можем сделать. Но идемте на iOS разработку. В iOS разработке меньше вакансий, 34 вакансии всего. Но если мы очистим эти вакансии, то останется всего лишь 13 вакансий. Напомню, в Android было 17 вакансий. Но а что с конкуренцией? Смотрим 237 соискателей. В Android было у нас 415 соискателей. То есть, во-первых, конкуренция в два раза меньше. Но при этом и вакансий меньше. А если мы посмотрим на том, кто ищет сейчас эту работу. А если мы посмотрим на тех, кто ищет работу, значит так. Без статуса поиска 60, в активном поиске 4, рассматривают приложение Asim. То есть, те, кто ищут сейчас работу, всего лишь 7 человек. То есть, половину вакансий не закроется. Всего вакансий 13 претендентов, грубо говоря, 7 человек. Под чем это вызвано? То есть, в два раза меньше конкуренции. Но тут проблема в следующем. В том, что непонятно, какая сейчас ситуация будет с iOS-разработкой. Потому что там больше, скажем, возможностей. На пару... Здесь в несколько раз просто выше вероятность, что вообще невозможно будет разрабатывать под iOS. Во-первых, вот этот риск есть. Во-вторых, существует риск. Ну, во-вторых, почему вызвано такое небольшое количество претендентов. Все очень просто. Входной порог. Вам нужен для этого дорогостоящий MacBook. У многих его нет. Android разрешает работать с любым компьютером. Поэтому и конкуренция выше. Ну, с другой стороны, с Android все будет стабильно. Даже если что-то будет закручивать, есть очень много входных путей, которые работают даже сейчас. И даже можно монетизировать прямо сейчас нормальное мобильное приложение. В iOS такого нет. Android сейчас во время санкций ударил по обычным пользователям, а iOS непосредственно ударил по конкретно разработчикам. И если соотносить эти все обстоятельства, то все равно Android выглядит более предпочтительно. Идем дальше. Frontend разработка, то есть разработка визуальной части сайта. То есть то, что видит клиент. Языки и разметки HTML, CSS. И JavaScript, как язык программирования. И фреймворк, обычно используется React. И что мы видим здесь? Всего 52 вакансии. Но если мы очистим и поймем, сколько же действительно вакансий есть, то я подсчитал, это 26 вакансий. Но давайте посмотрим на конкуренцию. 803 человека. Напоминаю, на Android это было 415. На фронтенде это 803. То есть конкуренция в 2 раза выше. Но количество вакансий всего лишь на 10 раз больше. Но при этом давайте посмотрим активную конкуренцию. Сколько же действительно. Рассматривать приложение в 18. В активном поиске 14. То есть активных 32 человека на 26 вакансий. То есть мы в принципе, ну даже если прям активных, то ищет 14 человек на 26 вакансий. Нормально. Но можно еще плюсовать, рассматривать предложение. То есть здесь большой риск не пройти. Потому что очень большая конкуренция. И без статуса поиска 169 человек на 26 вакансий. То есть риск большой не пройти через конкуренцию. Но собственно если вы имеете конкурентные преимущества, то очень легко пройти. Но опять же мы можем посмотреть, что фронтенд по сравнению с Android и с iOS это очень конкурентная среда, конкурентная специальность. Ну собственно потому что здесь очень просто войти. Потому что HTML и CSS вёрст учатся за 2 дня. JavaScript в принципе освоить язык программирования неделя. И React покопаться, чтобы разбираться, прям проект какой-то сделать. Ну месяц. Ну вот где-то так. Ну поэтому легче войти, чем тот же Android. И поэтому высокая конкуренция. Многие сюда идут. И давайте посмотрим Backend. То есть это базы данных, сервер для веб-приложений, для сайтов. 94 вакансии. То есть из всех представленных, здесь больше всего вакансий. Но если мы очистим все эти вакансии, мы с вами получим 47 вакансий. То есть давайте с вами вспомним. Android 17, iOS 13, Front 26, Backend 47. То есть здесь самое большое количество вакансий. Здесь давайте посмотрим, что у нас выходит по конкуренции. Всего 461 соискатель. Но это на уровне с Android. В принципе нормальное количество соискателей. Но при этом кто рассматривает, то в активном поиске всего лишь 8 человек. И рассматривает предложение 7.7. То есть это 15 человек. 15 человек на 47 мест. Это очень хороший показатель. То есть, ну еще без статуса поиска 90, но опять же они не ищут. Те кто ищет, они будут активно в поиске по факту 8 или рассматривают предложение. Что мы можем понять, сказать про Backend. То есть вакансий много, конкуренция маленькая. Почему? Паника и конкуренция. Все дело в том, что Backend от нас требует очень много фундаментальных знаний в программировании. Алгоритмы, структуру данных, разбираться о том, как происходит подсоединение, домены, хостинги, все это. Это далеко не для всех. Плюс Backend, минус Backend в том, что вы не будете видеть результат своей работы визуально. Вы будете работать. Для Backend это для тех, знаете, у кого, кто готов 2 недели, месяц сидеть, что-то ковыряться, и потом через 3 месяца получить какое-то число будет возвращать, или какой-то символ, или что-то. И от кого это паривает, кому нравится, вот такой результат, такой работы, те выбирают. Это очень мало количества людей. В основном все любят глазами, любят визуализировать все. И поэтому очень много людей становятся именно, скажем, визуальными программистами, теми, кто будет видеть красивый результат. А это прям до мозга костей программирования, и сюда идут, по факту, меньше людей. Самой сейчас привлекательной сферой для того, чтобы войти, является, ну, по факту, будем честны, Backend. Но опять, он не для всех. Тут, он для минимального количества людей, потому что вы не будете видеть то, что вы делаете. И вы, по факту, не сможете никому рассказать, что вы делали. Если вы начнете рассказывать, вам скажут, все, не грузи, не грузи. Поэтому Backend отметаем. Если вот брать широкая масса, в широком смысле, вход в программирование, да, то самое привлекательное, по факту, является Android, как ни гонуку. Во-первых, достаточное количество вакансий. Во-вторых, нормальная конкуренция, не такая уж и большая. Давайте посмотрим. То есть, 14 вакансий, из них, а в активном всего лишь 6, а, ну, кто, возможно, кто-то еще заходит, рассматривает возможность перехода, 12, то есть, 18 на 17, то есть, 17 вакансий, 6, это почти 30% покрывает вакансии, но могут кого-то перетащить, это 18, то есть, один к одному. Показатель, один человек на одно место, это шикарный показатель. Поэтому, во-первых, мы можем сказать, что сфера Android, она имеет более, скажем так, хороший вариант, то, что вы выучитесь и сможете пройти на, по собеседованию, на отличную вакансию. Ну, опять же, iOS, да, выглядит по привлекательной, плодовании, от соотношения приложения, спроса и предложения, но, там, есть шикарные, очень большие возможности, что все это закрутится, вся сфера, этой сферы, невозможно будет, скажем так, заниматься именно на территории РФ. Поэтому Android является самой привлекательной областью программирования, вакансии есть, работа есть, трудоустроиться реально. Ну, это все на сегодня, что я вам хотел рассказать, так что, если у вас были у кого-то какие-то сомнения по поводу вариантов, сейчас пойти обучаться, потом трудоустроиться, трудоустроиться, варианты шикарные. На фронтенда я вас отговариваю, потому что видели сами, какая конкуренция. Зато довольно-таки просто зайти Android чуть посложнее. Но, опять же, при правильном подходе, а у меня на курсе есть, мы используем правильный подход обучения, при правильном подходе очень довольно-таки легко выучиться. Ну, а на сегодня у меня все, с вами был проект Мабу, до встречи на следующих эфирах, всем пока.